Борьба с пандемией коронавируса в Украине и в Одессе продолжается. Строительные работы по переоборудованию учебных аудиторий в Центр борьбы с эпидемиями противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе Одесской юридической академии, а также в полноценную клинику Международного гуманитарного университета на завершающем этапе. Создание социального проекта, в котором появилась острая необходимость, инициировал почетный гражданин Одессы Одесской области Сергей Кивалов. Уже совсем скоро заработает колл-центр о том, что уже сделано по борьбе с пандемией при содействии Одесской юракадемии и Международного гуманитарного университета в материале наших корреспондентов. Еще две недели назад здесь располагались учебные аудитории. Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета готовился к продолжению учебного процесса. Но напряженная эпидемиологическая обстановка заставила пересмотреть планы. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Украине и в Одессе растет, а медицинских возможностей в городе и области не хватает. Юридическая академия Международный гуманитарный университет активно включились в процесс по борьбе с пандемией. Некоторые говорят, а зачем вы это делаете? У нас еще нет вспышки. Когда появится вспышка коронавируса, тогда за неделю невозможно сделать. Нужно готовиться и нужно готовиться всеми. Я вот благодарен Мячеславу Алексеевичу, Полясному, доктору медицинских наук, профессору нашему, провектору по медицине Международного гуманитарного университета, что под его руководством мы делаем все для того, чтобы соблюсти все нормы медицинские. Он, как никто, хорошо знает. Больше того, я вам хочу сказать с этой аудиторией, вот мы переоборудовали здесь напротив душевая кабина отдельно для этих лиц, которые попадут сюда, в эту палату. Здесь напротив находится также ординаторская, где будут находиться врачи. И я думаю, что вот такие изоляторы нам нужно готовить. Ставим перегородки, мы подводим воду, мы подводим кислород сюда же, специальное оборудование надо. Но это нужно делать. Если не мы сделаем, то кто сделает? У нас есть хорошие специалисты, у нас есть медики, у нас целый медицинский институт, есть лечебный целый факультет. Встретительные работы в Центре борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе юридической академии, а также новосозданной клиники при МГУ на завершающем этапе. Палаты интенсивной терапии и изолятор практически готовы. Следующая задача – оборудовать эти помещения. Здесь вот мы планируем, что вот это помещение будет использовано как изолятор. То есть вот напротив меня как раз запасной вход. Мы запасной вход этого здания превратили еще в один ход для того, чтобы больные сюда, при выявлении коронавируса, они через запасной вход сразу попадают сюда в изолятор. Здесь медицинский работник его осматривает, они дают консультации и принимается здесь решение, чтобы его направить вот в соседнее помещение, в котором мы только что были. Это палата интенсивной терапии. Инициатива Сергея Васильевича Кивалова социально значимая, очень ответственная в плане преобразования учебных мощностей Международного коммунитарного университета для возможности оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, в том числе и тяжелым, правильной организацией этой помощи, со всеми мерами безопасности и как для медицинских работников, и так для пациентов, современными местами лечения, с интенсивной терапией. Это очень важный и ответственный шаг. Здесь каждый желающий сможет бесплатно пройти экспресс-тестирование на COVID-19. В случае обнаружения болезни пациента направят в изолятор с возможностью проведения интенсивной терапии. При необходимости его заберет скорая помощь через отдельный выход, чтобы не пересекаться с другими посетителями. Президент вузов напоминает, несмотря на все организационные и финансовые трудности, необходимое оборудование уже закуплено. Одесская юрокадемия и Международный гуманитарный университет приобрели 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус COVID-19, 4 современных аппарата искусственной вентиляции легких, 500 литров антисептической жидкости, 1 аппарат для нагнетания кислорода, 10 баллонов кислорода, 30 электронных бесконтактных термометров и кварцевых ламп. Коллектив Высшего объединенного профессионального технического училища сферы услуг Одесской юрокадемии своими силами отшивает более 200 масок в день, используя материал, закупленный университетом. Особое внимание при строительстве клиники уделяется условиям работы врачей, комфорту и безопасности медицинского персонала и всех граждан. Для этого нужно соблюдать рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения правила. Инициатор строительства клиники подчеркивает, при необходимости есть возможность увеличить количество койко-мест. Один этаж, и второй, и третий, со временем переоборудовать все это здание в палаты интенсивной терапии. Мы должны быть готовы. Затратно, я подчеркиваю, это очень затратно сегодня, когда практически негде купить материалы строительные, переоборудовать аудитории в палаты, но это нужно делать. Это очень важно. Это важно не только для, допустим, студентов. У нас практически сегодня студенты на карантине. Это важно для всех жителей города. И мы должны показать пример, что нужно это делать. Вот посмотрите, здесь как раз стадион. Да не дай бог, если массово будет, если это потребуется для того, чтобы установить передвижные такие палаты, то можно, конечно, использовать этот стадион. В ближайшее время в усиленном режиме при Центре борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе Юрокадемии будет работать горячая телефонная линия. За важной информацией по эпидситуации обратиться в колл-центр сможет каждый желающий. Чтобы пройти обследование, одесситы смогут записаться на прием и пройти экспресс-тест на коронавирус. При этом запись будет формироваться таким образом, чтобы не создавать очередей в клинике. Тут же по телефону можно будет получить и предварительную консультацию врача. Сотрудники Центра, студенты Юрокадемии, которые вызвались помочь, выступив в качестве волонтеров. Обратились к студентам и юридической академии, которые проживают здесь, в Одессе. Обратились к студентам Медицинского института Международного гуманитарного университета, чтобы они выступили как волонтеры. Для того, чтобы они использовали те знания, которые особенно то, что касается медиков, использовали для того, чтобы работать вот в таких условиях, которые мы им создали. Мы обратились к другим студентам, чтобы они были готовы к тому, чтобы объяснить, то есть работа в колл-центре. Сотрудник колл-центра должен быть максимально информирован. Самая актуальная тема последних месяцев. Студенты, которые будут принимать звонки встревоженных одесситов, не один год уже оказывают помощь жителям города, работая в юридической клинике. Ее сотрудники ежедневно проходят специальные инструктажи от докторов и кандидатов медицинских наук Международного гуманитарного университета о том, как правильно и эффективно организовать работу колл-центра. В нем будут работать администраторы, которые будут связываться с всеми людьми, которые будут звонить нам. Мы будем работать в двух направлениях. Первое направление – это непосредственно медицинское обследование, консультация врача. И второе – это непосредственно прохождение экспресс-теста для определения наличия коронавирусной инфекции COVID-19. В первую очередь, хотела бы сказать, что это очень важный проект на сегодняшний день, потому что большинство граждан из социально незащищенных категорий нуждаются в этой помощи. Этот проект создан как раз по инициативе нашего президента, почетного гражданина города Одессы Сергея Васильевича Кивалова. Мы будем отвечать на телефонные звонки граждан, которые хотят получить возможность пройти тест или получить консультацию врачей. Мы будем отвечать, заполнять, соответственно, база создана. И потом мы будем передавать все данные уже врачам. Открытие Центра борьбы с эпидемиями, противодействие коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 и медицинской клиники состоится уже совсем скоро. Одесская юрокадемия и Международный гуманитарный университет продолжают вносить существенный вклад в борьбу с пандемией.